Друзья, приветствую! Виктор из Ачинска прислал посылку с образцами масла Subaru Motor Oil 020. Это масло Ильсак JF5, SN, ну и допуски Subaru, естественно. Так, сейчас покажу вам. Две баночки, свежая отработка, описание. Так, на нескольких листах тут мы видим параметры мотора в условии эксплуатации автомобиля. Это Forester 2019 года с двухлитровым бензиновым, не турбодвигателем. Фотографию банки масла литровой. Значит, вот лаборатория ОЕМ ОЛ, их данные. Так, ну и Само масло непосредственно свежее, отработка, немножко пролилась свежее. Первым делом я создам эталон. Балваночку я уже сделал. Сейчас обновлю спектрограмму, посмотрим, что намерит прибор. Так, вот такая спектрограмма. Видно эстеровые пики. Причем такие, ну, достаточно приличного уровня. 0,17. Ну, это 3%. Это в два раза меньше, чем в Мобил-1 ЕСП. Значит, такой уровень уже влияет на щелочное и кислотное. Давайте посмотрим, что намерит прибор. Так, противоизносных присадок 82%. Но это нормально. Это энергосберегающее масло. Да, здесь должна быть пониженная азольность. Далее. Кислотное, естественно, завышено 3% эстеров. Поэтому я выставлю здесь 1,9 примерно так. Может быть, даже чуть меньше. Но я так уже поставил, перестраховался. Ну и щелочное. Прибор намерил 4,9. Но однозначно из эстеров оно заниженное. Вот те результаты ОМЛ, ОЛ, лаборатории. Значит, 7,74 щелочное. С учетом разницы ГОСТов для отработки должно быть примерно 6,2-6,3. Вот так. Здесь я завис. Не мог долго решить, что. Поставил 7, но это неправильно. Потом откорректировал на 7,5. Хотя реально надо было максимум стоять 6,5. Ну вот, к сожалению, так. Ну все. Эталон создан. Можно проверять. Да, как я говорил уже, это Форестер. 2-литровый ЕДЖИ. 20, 150 сил, 4,2 объем масляной системы, 32 600 километров пробег на автомобиле и пробег на масле 7000 километров. Так, закладываю. Прибор уже заканчивает проверять. И давайте посмотрим. Смотрите, 66% по противоизноске, гликоля 1,1, но это граничное значение, нитрование оксиды азота 32,4, достаточно высокий уровень, окисление, процесс сгорания нормально происходит, 0,02 всего. Так, и посмотрите, выросло 3,21 кислотное и понизилось щелочное 2,7. Да, масло сработалось уже как бы по показателям. Вот, но здесь непонятно 458 воды ППМ. Здесь непонятно, какой пробег, какая средняя скорость. Ачинск, у нас же это Красноярский край, да, холодно. Возможно, что много прогревов из-за этого и нитрование повыше, потому что на холодную тепловые зазоры больше, а конструктив самого мотора способствует вот такому. Ну, то есть там поршень лежит, грубо говоря, в плоскости, и сила притяжения его действует на него, и сверху могут прорваться газы. Так, вот по вязкости такая картина. 27% от ИС-100. Разжижение, есть разжижение. Да, это видно, что это городская эксплуатация. Скорее всего, скорость средняя невысокая, поэтому и моточасов здесь, в принципе, для 20-ки может быть нормально. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписывайтесь на канал, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. А сейчас я покажу вам, какой получился прогноз по ресурсу. 6400 километров получился прогноз по ресурсу, по оксидам азода 7600 километров, ну и с вязкостью, видите, нет проблем, почти 26000. Как бы на это не обращаем внимания. Ну, вот такая картина. Но, повторюсь, скорее всего, здесь есть некоторая ошибка. Правильнее было бы указывать 6,5 щелочное. Прибор коррелирует все-таки с ГОСТом для отработки. А в свежем масле ГОСТ для отработки дает занижение до полутора единиц. Вот по сравнению с ГОСТом для свежего. Я уже говорил, да, ГОСТ для свежего считается ГОСТом для производителя, а ГОСТ для отработки – это ГОСТ потребителя. То есть, из-за того, что разные кислоты в свежем и в отработке, вот такая разница. Как бы в нашем ГОСТе, в российском, это сильные кислоты, слабые кислоты. Вот такое подразделение существует. Ну, в общем-то, 6,400 потолок, который намерил это масло. Я посмотрел, искал допуски на Озоне, посмотрел. Масло, конечно, чума. Стоит самое дешевое 6,300 за 4 литра. Это получается 1600 практически за литр. Блин, ну дорого. Не знаю, смысла, наверное, нет. Проще, наверное, покупать там какой-нибудь, не знаю, там, условно, там Синтек вроде 0,20 есть и менять на 5000, чем вот угорать. Потому что есть предложение по там 3,800 за литр. Ну, это, ну, это фонарь уже, честно говоря. Смысла, смысла никакого не вижу. Вот, использовать данное масло. Масло может быть и нормальное для двадцатки, но цена, конечно, запредельная. Ну, а так каждый, конечно, решает сам. Значит, право выбора должно быть у всех. Вот такой получился тест. Ну, машина в нормальном состоянии. Понятно, пробег небольшой. Вот. Вот такой получился, еще раз скажу, тест. Благодарю Виктора за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.